Друзья, в эфире ваша любимая передача. Мы надеемся, что она уже вам полюбилась. Это американский английский с Еленой и Ольгой. До сих пор мы проводим конкурс на самое интересное, запоминающееся, замечательное название. Звоните нам или пишите на студийный номер, предлагайте. У нас вот такая версия пока что прижилась, американский английский с Еленой и Ольгой. Мы представляем школу английского языка Daily Communications. Можно и так назвать. В общем, вариантов много. Можно назвать «Разговори, разговори меня полностью». Это будет девизом нашей передачи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, вот подключилась Елена. Это и есть преподаватель, которым я всё больше слышу, всё больше хороших отзывов о замечательной школе Daily Communications. Елена, давайте немножко расскажем опять-таки о ней. Да, спасибо, Оль. Daily Communications — название, которое обозначает ежедневное общение. И мы хотим сказать, что основной ключевой момент обучения — это разговорить наших студентов и позволить им общаться ежедневно на английском языке. Школа английского языка была основана в апреле 2002 года, и с тех пор мы успешно работаем и помогаем тысячи наших соотечественников русскоязычных, которые проживают в штатах Орегон и Вашингтон. Вот мне интересно, то есть у нас будут в этой школе могут быть и групповые занятия, и индивидуальные, верно? Да, конечно. У наших студентов есть выбор — либо заниматься индивидуально, либо в группе. Ну, если вы помните, в наших предыдущих программах мы говорили о том, что группы тоже маленькие — от двух до шести человек. А вот есть ли разница, вот занятия индивидуальные или групповые? В чём плюс и минус? Давайте разберёмся. Индивидуальные занятия, конечно же, плюс заключается в том, что студент находится один на один с преподавателем, и всё внимание принадлежит ему и фокусируется на нём. Ну, примерно как у нас сейчас. Да, 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 Олечка. Но и с другой стороны, это не только внимание, но и ответственность большая. И действительно, студент чувствует напряжение иногда в некоторых моментах, потому что никто другой за него не ответит. Отвечает только он и говорит только он с преподавателем. Занятия в группе также очень эффективны. Несмотря на то, что сидит четыре или пять или шесть студентов, и, конечно же, внимание преподавателя уже рассеивается на всех сидящих студентов, тем не менее, одно из преимуществ заключается в том, что студенты могут сравнивать себя друг с другом и смотреть, как кто ответил на тот или иной вопрос преподавателя. И очень часто мои студенты говорят о том, что, слушая других студентов в группе, они слышат ошибки своего соседа по группе. И опять-таки учатся, да? Да, и учатся на этих же ошибках, потому что, когда они сами говорят, они могут не слышать своих собственных ошибок. Вот в этом заключается преимущество занятий в группе. Хотя и индивидуальные, и грубовые занятия, они эффективны. Сегодня такая погода, нелётное, штормовое предупреждение. Добираются все с трудом до точки назначения. Вот, например, если такая ситуация, либо я далеко живу, и всё-таки хочу заниматься в школе Daily Communications, хочу, чтобы вы занимались моим образованием в этой сфере английского языка, американского даже английского, что немаловажно отметить, то могу ли я рассчитывать на какие-то удалённые занятия? Удалённое дистанционное обучение существует в школе? Да, конечно. Мы пользуемся программой Skype, и это позволяет нам проводить занятия на расстоянии. Для тех студентов, которые проживают в другом городе или даже в другом штате, для тех студентов, которые, посещая школу, могут не приехать на занятия из-за каких-то погодных условий, как только что ты, Воль, заметила, или по ещё каким-либо причинам. Да, предлагаются услуги обучения по Skype. Есть студенты, которые только хотят заниматься по Skype. И, в принципе, это такое же обучение, так же эффективно проходит процесс обучения, как и в классной комнате. Но для тех студентов, которые проживают хотя бы ближе к Портленду, я всё равно предлагаю встречи один раз в месяц или один раз в два месяца вживую, либо в моей классной комнате, либо где-то в кафе, в Starbucks, для того, чтобы, во-первых, я пощупала и проверила всё, что было сделано. И, в общем-то, посмотрела вживую и пообщалась с моим студентом. Хотя действительно есть студенты, которые проживают в других штатах, и они посещают мои занятия только в виртуальном виде по Skype. Да, на самом деле это тоже может быть достаточно удобно, потому что не всегда есть возможность доехать. Например, как сегодня, я бы, наверное, и не рискнула. Вот вам спасибо за смелость, за то, что добрались до студии, потому что сейчас, конечно, пугающая погода местами. Но волка бояться в лес не ходить нужно. Совершенно верно. Мы готовы обучаться, готовы развиваться, особенно я. Смелость города берёт, Олечка. Да, да, милее. Ну, друзья, мы не хотели бы, конечно, только здесь вместе рассуждать, вести диалог с Селиной, хотя мне это очень нравится, я готова это делать бесконечно. Но наша задача — разговорить и вас. Помимо того, что мы ждём ваших предложений на название нашей передачи, пусть она будет юмористическая, творческая, любое, мы готовы рассмотреть все варианты. И, кроме того, мы хотели бы с вами пообщаться. Как вы изучали английский? Есть ли у вас какие-то ещё нюансы, проблемы, какие-то, может быть, языковой барьер, как у меня? Мы готовы с Еленой ответить на все вопросы. Вернее, конечно же, не я. Елена — профессионал своего дела. Пока она у нас в студии. Ловите момент. Наш студийный номер 971-319-1130. Звоните прямо в студию, спрашивайте, задавайте вопросы. В прошлый раз нас спрашивали, что делать, если вообще нет никакого уровня, просто ноль. Что в таком случае делать? Если вы помните, я тогда ответила «бежать немедленно в школу», и сегодня мне пришла другая фраза. Начинать с нуля. Ну да, раз нуля приходится. Ну, значит, нужно начинать с нуля, нужно начинать с алфавита, с правил чтения, хотя их мало. Чтение, кстати, неблагодарное занятие. Почему? Потому что существуют правила чтения, но есть тысячи исключений из этих правил. Поэтому в английском языке существует транскрипция. Если вы откроете любой словарь или простой электронный, вы увидите, что каждое слово пишется с транскрипцией. А что такое транскрипция? Как читается правильное слово? А сейчас наша техника, наша электроника позволяет нам пользоваться электронными словарями, и есть возможность нажать на микрофончик и услышать, как правильно читается это слово. Так вот, начинать с нуля. Нужно начинать с нуля, и на самом деле я думаю, что без помощи преподавателя будет крайне сложно. Нужно выучить само слово, как оно пишется, как оно слышится, произносится, и ещё и перевод. Поэтому я с удовольствием буду внимать всем рекомендациями, которые я услышу и в эфире нашей программы, и во время частных наших с вами уроков. Насколько мне известно, у вас достаточно много студентов, и я надеюсь, что вы уделите время и мне. Да, конечно. Вот только буквально 10 минут назад мы встретили мою студентку в вашей студии. И мне было, конечно, очень неудобно, что я помню лицо, я вижу, что я знаю эту женщину, но я, к сожалению, не запомнила её имя. Теперь я помню. Это Татьяна Пухальская. Да-да-да. Татьяна, на самом деле, она представительница вот такого класса нашего. Это общество, наверное, класса. Это домохозяйка. Да, это социальная группа, о которой мы с вами говорили. Правда же? Да-да-да. Это домохозяйка, которая тоже должна учить английский язык, потому что она вводит своих деток в школу, в поликлинику. Да, естественно, у нас очень прекрасный сервис переводчиков. В каждой поликлинике предоставляются переводчицы. И, тем не менее, мама должна знать, о чём говорит переводчик и какие вопросы задаёт врач. Да, это на самом деле очень важно. И ещё хотелось бы, наверное, поговорить о различных таких интересных ситуациях с английским языком. Казусах. Казусах, да. Случалось ли в вашей жизни, когда вам действительно не хватило вашего уровня английского? Потому что со мной такое случается, к сожалению, на каждом шагу. Ну, вот такие весёлые, интересные случаи. И я думаю, что мы вместе вспомним, и вы, может быть, что-то нам расскажете. Мы будем рады слышать вас в прямом эфире, а также получать ваши текстовые сообщения на наш студийный номер 971-319-1130. И повторю ещё раз. 971-319-1130. Но ещё мне хотелось бы, Елена, чтобы вы могли свой номер продиктовать. Если кто-то смущается, не хочет звонить в прямой эфир, потому что некоторый барьер всё-таки существует, чтобы напрямую после программы вам позвонили, задали вопросы. Я так понимаю, что тестирование первоначальное, чтобы узнать, какой уровень английского и сколько нужно обучаться, это совершенно бесплатно. Да, конечно. Мой телефон 503-708-58-78. Звоните, пожалуйста, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И по поводу тестирования, те наши радиослушатели, которые слушали предыдущий эфир в прошлый понедельник, уже могли услышать, как происходит тестирование, потому что я давала предложения, повествовательные, отрицательные, вопросительные для нашей прекрасной ведущей Ольги. И она отвечала, переводила, и сегодня мы можем повторить немножко в видоизменённом виде другие предложения, но мы покажем нашим радиослушателям, как это проходит. Да, ну а начнём мы, наверное, с... Я люблю, когда всё происходит весело, динамично. Давайте вспомним, правда, случай, когда нам английский был очень нужен, и когда мы могли попасть на ловское положение. Вот, например, моя подружка, она приезжала в Штаты, тоже в Соединённые Штаты Америки, на Рождество, попала на этот праздник, и в семье принимающей, вот со своими родственниками, друзьями, они откушали, и она вот так откинулась на кружку стула своего, на спинку стула и говорит, I'm full. И вот так выдохнула. И она говорит, на меня так посмотрели, начали с меня смеяться. И тогда, говорит, я не поняла, что я не так сказала. Я сказала, что я наелась, я хотела это сказать, а получилось, что она сама себе поставила в неловкое положение. Да, к сожалению, у нас часто возникают казусы. Это слово значит дурочка? Глупый. Глупый. It's full. You're full. Она мне сказала, что мне сказали именно вот так вот. Да, она сказала, что мои студенты тоже говорят, Лена, ну как же так, в чём же разница между этими двумя словами? Ведь я хотела сказать, что я сытый, что я полный. Это слово пишется F-U-L-L. Да, да, да. И она немножко по-другому читается. Она читается full. А вот глупый... Как-то коротко, быстро. Так full. Да, более коротко. А глупец, дурак, действительно full. F-O-O-L. И нам нужно быть, конечно, очень осторожным в использовании этих слов. Когда я не уверена, потому что мы уже с вами говорили в прошлом эфире, что мы приехали в эту страну после 16 лет. Мы приехали взрослыми людьми. И у нас слуховой аппарат не настроен на вот эти вот маленькие нюансы фонетического восприятия английского языка. То есть очень часто похожие слова мы произносим их одинаково. В силу того, что мы просто как иностранцы, как русскоязычные носители языка, не можем услышать, поэтому мы не можем воспроизвести правильный звук. Так вот, я стараюсь избегать этих слов. Вот, например, такая фраза, как «а листок бумаги». Вот у меня находится листок бумаги. Я могу сказать, Ольга, «a sheet of paper» или я могу сказать «a piece of paper». Так вот, со словом «sheet» я стараюсь быть очень осторожной. Если я скажу его немножечко не так, как надо. Корректный перевод этого слова. Корректный – это кусочек бумаги. Так вот, я стараюсь избегать слова «sheet» и произнести слово «peace of paper». То есть один из советов, который я могла бы дать нашим радиослушателям, если вы не очень уверены в том, правильно ли вы произносите то или другое слово, и вы знаете, что есть похожее слово совершенно с другим смешным или неприятным, или неправильным, нестеричным, возможно. Старайтесь использовать другое слово или другую фразу. Ну вот ещё интересно, конечно, такими случаями поделиться. Друзья, если вы попадали в такую неловкую ситуацию, давайте друг друга вооружать такими подсказочками, как избежать ситуаций неприятных, смешных. Если у вас были такие случаи, звоните нам в прямой эфир, либо пишите на студийный номер 971-319-1130. Я готова рассказать, вот случай буквально произошёл со мной 6 месяцев назад, буквально второй день по приезду в Соединённые Штаты Америки. У наших друзей есть младший сын, вот, и ещё есть родственники. Я смотрю, детки играются все вместе, там какой-то крошечный-крошечный малыш у их родственников, ну мы так немного знакомы совершенно. Я подхожу и говорю «Ку-ку!» Ну это так, просто вроде бы игра, если у нас в России, ну вообще это как бы шутка, но родители меня так посмотрели, и они, я так поняла, что это опасное тоже слово, и это тоже как-то связано, что не совсем всё в порядке, может быть. Да, когда говорят «his cuckoo» или «madam cuckoo», это значит, что не в своём уме. Не в своём уме, да. То есть вот такие, вроде бы ты хотела пошутить, порадоваться, поиграться с ребёнком, а обернулась там. Получается, что вы утверждаете, что у ребёнка не все дома. Да, не всё в порядке. Так что вот опасно, конечно, нужно внимательно быть вот с такими моментами. Я могу тоже поделиться одной ситуацией сейчас. Вспомнила моя студентка. Будьте осторожны, как вы произносите слова. И ещё будьте осторожны в том, ставите ли вы правильный предлог в той или иной фразе. Вот, например, как бы вы, Оля, сказали «я хочу пойти на вечеринку»? I want to go to party. Совершенно верно. И вы сказали party, да? Yes. Американцы произносят буквочку R, вечеринка пишется P-A-R-T-Y, да? И американцы бы сказали party. А иногда даже моим студентам слышится party, party, да? Так вот слово party, то, что вы сказали, очень похоже на слово party, как пойти и сесть на горшок. Так вот одна моя студентка, своей американской подруги, сидя со своим маленьким сынишкой, сказала «мы хотим пойти на вечеринку». Она забыла предлог to, который вы правильно поставили, который указывает направление. И она сказала следующую фразу «we want to go party». И получилось, что они с ребёнком хотят сесть на горшок, вместо того, чтобы пойти на вечеринку. Вот ещё нам поступило сообщение текстовое, что очень приятно, значит, нас слышат. Добрый день, можете повторить номер Елены, не успел записать? Да, конечно, добрый день. Мой номер телефона 503-708-58-78. Звоните. Да, повторите, пожалуйста, ещё раз, чтобы все успели записать, если вы хотите порекомендовать кому-то. И, может быть, есть нужда у ваших родных и близких. И вспомнили те истории, которые мы сейчас, может быть, вам рассказали. И чувствуете, нужна человеку помощь, нужна поддержка в этом деле, чтобы не попадать в казусные ситуации. Повторите, пожалуйста, ещё раз. Мой телефон 503-708-58-78. Но нам бы также, наши дорогие радиослушатели, хотелось бы услышать вас здесь, ваши голоса сейчас в эфире. И поэтому я попрошу Олю повторить телефон в студии. 971-319-1130. Звоните нам в студию, если есть какие-то темы, которые вы хотели бы рассмотреть. В прямом эфире в нашей программе, может быть, какие-то нюансы, опять-таки, разговорного английского, нюансы чтения. Звоните, мы открыты, мы подготовим с удовольствием программу. Либо в прямом эфире Елена, как специалист в этой сфере, преподаватель с большим опытом, может вам ответить прямо в прямом эфире, прямо сейчас, онлайн. Как говорится, онлайн, да. Да, друзья, это, причём подтверждается не только тем, что мы говорим в прямом эфире, но и на сайте radioslivefamily.org, если говорить по-русски, вы можете видеть трансляцию нашей передачи в прямом эфире и уже лицом к лицу знакомиться с преподавателем, возможно, вашим будущим. Елена, к вашим услугам. Школа английского языка Daily Communications. Отвори жизнь на новый уровень, может быть, впереди. Или как вот... Ребят, помогите нам, пожалуйста, с названием нашей программы, а то я начинаю сочинять на ходу, и это не всегда хорошо заканчивается. Открыть двери новым возможностям. Можно так, да, открыть двери новым возможностям. Сделай шаг в новую жизнь. Открыть для себя новые горизонты, начни с лингвистического горизонта. Да. Ну, я думаю, что мы можем рассказать о том, что ждёт ещё наших дорогих радиослушателей в передаче. Ещё мы сегодня опять-таки потестируем меня, мой английский, да, насколько я понимаю. Да, и я сразу же буду комментировать ваши ошибки. Это будет немножечко в другой форме сделано. Если таковые будут. Отлично. И ещё мы можем... Мы надеемся на десерт. На лингвистический десерт. Да, мы вспомним наши предыдущие порции десерта, которые у нас были в предыдущих эфирах. И мы сегодня подготовили что-то новенькое для вас, вкусненькое. Хорошо, отлично. В принципе, я готова. Для меня каждый раз вопросы от Елены, тестирование моего английского, это как очередная тренировка, потому что я переживаю, потею, краснею, бледнею, напрягаюсь. Да, я думаю, что, в общем-то, сегодня будет у нас вторая часть заключительная. И дальше мы впустимся с вами в путь приобретения знаний. Итак, Олечка, начнём. Первое предложение, которое я даю вам для перевода. Переведите, пожалуйста. Я студентка. I'm student. Вы пропустили артикль Э. I'm a student. Совершенно верно. Второе. Итак, наши слушатели, я надеюсь, вы слушаете внимательно. Пока что я просто комментирую ошибки. Когда вы представляете себя и свою профессию, свои занятия, вы всегда в любой ситуации должны использовать артикль Э. Я говорю про себя. Я учитель. I'm a teacher. Ольга скажет, я студентка. I'm a student. Да. Следующее предложение. Мы женаты. We are married. Совершенно верно. Он не на работе. He is... Don't... Нет. He don't in work. Ага. Давайте начнём с правы на работе. Как будет на работе? Как бы вы сказали на работе? Скажите дома. Как бы вы сказали дома? At home. Совершенно верно. Скажите на работе. At work. Правильно. Теперь представьте, вам нужно было бы сказать, что он на работе, он есть на работе. He is at work. А теперь сделайте отрицание. Он не на работе. He isn't at work. Значит, было? О, he isn't at work. Это было правильно. До вспомогательного глагола don't ещё дело не дошло. Да, да, да. Может быть, кто-то из наших радиослушателей захотел бы присоединиться к этому тестированию. Я буду давать предложение, и, может быть, кто-то из наших радиослушателей позвонит в эфире. Елена, мы могли бы, правда, провести вот такое онлайн-тестирование. Да, да, провести тестирование любого из наших радиослушателей в эфире и сразу же прокомментировать их ошибки. Надеюсь, их будет мало. Итак, наш студийный номер 971-319-1130. Вы можете звонить нам в прямой эфир, и давайте узнаем, какой у вас уровень. Я думаю, что он повыше, чем у меня. Очень оптимистично. Итак, поехали. Вопросительное предложение. Спросите меня, где они сейчас? Where, they, where, they, сейчас, now. А, не нужно, а, никакой... А, вот как раз, а, как раз нам и нужно. Представьте, вы хотите мне сказать, что они в парке? They are in park? Совершенно верно, вы поставили форму глагола to be are для места имения they. А для того, чтобы задать вопрос, форма глагола to be are переходит на первое место. Спросите, задайте мне вопрос, они в парке? Are they at park? In the park. In the park. Держите это в голове. Are впереди they. Держим все это в голове. А теперь мы зададим вопрос, где они? Еще раньше поставим слово где. Where, are, they, now. И добавим сейчас, now. Совершенно верно. Повторите для всех наших радиослушателей. Я скажу русский вариант для тех, кто, может быть, к нам только что присоединился к нашему эфиру. Итак, вопрос был такой. Как перевести вопрос, вопросительное предложение, где они сейчас? Оля? Where, they, now. Now? А как насчет нашего are? Друзья, вот видите, как тяжело у вас с такими студентами, как я. И так, как наш радиослушатель спросил у нас в прошлом эфире, что делать, когда нулевой уровень, начинаем с нуля. Оля, начинаем с нуля. Where are they, now? Да, совершенно верно. Where are they, now? Where are they, now? Совершенно верно. Где они сейчас? Я уже вспотела, я уже переживалась, друзья. Спасайте, звоните срочно в эфир. Чему вы научились в этом эфире нашей радиослушателям? Что для того, чтобы задать вопрос с формами глагола to be, am, is и are, нужно что сделать? Их переставить? Да, да, да. Вот это понятно, в общем-то, когда нет этого вопросительного слова. Где? Вроде бы, когда где, всё понятно, да. Давайте без вопросительного слова спросите. Она хороший преподаватель? Окей. Is she a good teacher? Совершенно верно. Поставьте артикль «э». Is she a good teacher? A good teacher. Верно. Что вы сделали? Вы форму глагола to be is переставили вперёд. Вперёд. Вперёд предложение, да, да, да. А теперь спросите, почему она в школе? Why is she in school? At school. Всё. Прекрасно. Вот видите, у меня уже проблема, я уже вижу и чувствую, что проблема с предлогами, то, о чём мы говорили. Предлоги. At school, in school, at home, in home, in the park. Может быть, наши радиослушатели поделятся с нами своими трудностями, вот в чём, в каких аспектах языка они больше всего ошибаются, совершают ошибки. Это было бы очень интересно услышать. Я могла бы прокомментировать и, может быть, дать совет, как избегать этого. Да, на самом деле, это всё не так уж и просто, потому что я переживаю. Есть ли у нас ещё вопросы? У нас есть. Итак, переходим к другой грамматической категории. Предложения будут содержать действия. Следовательно, в предложениях будет глагол. Что такое глагол для тех, кто забыл школьную программу? Это слово, которое отвечает на вопрос «что делать», «что сделать». «Что делать» и которое обозначает действие. Да, действие. Итак, как бы вы сказали «она работает в школе»? She worked at school. At school. Вы бы сказали это про себя «I work at school» и было бы абсолютно правильно. А вот для местоимения «he», «she» и «it» мы к глаголу добавляем окончание «s». Попробуйте ещё раз. Она работает в школе. She works at school. Верно. Я живу в квартире. I live in an apartment. Правильно. А теперь скажите «он живёт в квартире». He lives in an apartment. То есть вы сейчас уже вспомнили и прекрасно перевели, вспомнили то, что нужно добавлять окончание «s». Попробуем отрицательную форму. Я не играю на пианино. I don't play the piano. Правильно. Она не играет на пианино. She doesn't play at piano. At the piano. Почему вы поставили «doesn't»? Не знаю. Потому что есть грамматическое правило, которое говорит, что для местоимений «he», «she» и «it», для этих особых местоимений, которым, когда мы их используем, мы к глаголу добавляем окончание «s», глагола перешло по тому вспомогательному. Да, для этих трёх местоимений мы ставим вспомогательный глагол «doesn't». Не «don't», как для всех остальных, а «doesn't». Правильно, Олечка. Попробуем. Нет у нас вопросов радиослушателей? Нет, пока что тишина. Хорошо. Тогда мы будем говорить. Тогда мы будем говорить. Учатся вместе со мной. Да. Скорее всего, все слушают очень внимательно и делают конспекты. Ну, я представляю себе. Не просто позвонить в эфир. Это первый такой барьер, нужно преодолеть. А тут ещё в прямом эфире нужно и говорить, и отвечать. Ещё и на английском, американском, незнакомом порой. Попробуйте задать мне вопрос. Ты пьёшь чай или кофе? Ух! Ай-яй-яй, а я не знаю, как задать вопрос тут. Какой-то глагол никакого родины. Вспомогательный глагол должен быть. Какой глагол вы использовали в отрицательном предложении? Когда вы мне говорили, например, что я не играю на пианино. Помните? Как вы говорили? Я не играю. I don't. Верно. Держите в голове отрицательную форму вспомогательного глагола do, don't. А в вопросе он вам потребуется, и вы его поставите в самое начало. В самое начало. Ты пьёшь кофе или чай? Do drink coffee? Do you, забыли. Да-да-да, вместо меня. Do you drink coffee or tea? Верно. Держите в голове то, что do у вас присутствует и стоит впереди вместо меня you. А теперь спросите, что ты пьёшь? Чай или кофе? What do you drink? Tea or coffee? Какие книжки ты читаешь? What kind of books? What kind of books you read? You read. И что произошло? Вы забыли вспомогательный глагол do. Почему? Потому что слишком большое было вопросительное слово. What kind of books? Да-да-да. Я думаю, вот уже вроде бы как есть вспомогательный глагол и слово, и вопросительный. Нет, мы держим в голове присутствие вспомогательного глагола do. И вот интересно, они поймут меня, американцы, или поймут и просто похихикают? Кстати, поймут и не похихикают, а наоборот скажут, Olga, your English is so good, so wonderful. То есть если они говорят так, то можно сделать выложь, что ну не всё ещё хорошо, есть куда развиваться. Дело в том, что американцы очень, как мы уже с вами говорили, очень дружелюбные люди. Действительно, им не нужно сидеть и слушать в течение получаса ваш язык. Они услышат одну фразу, которую вы скажете, и они хотят вас подбодрить. Так сказать, сказать, что у вас прекрасный английский. Может быть, это будет стимулом для того, чтобы его сделать ещё лучше? Да-да-да. На самом деле, был у меня такой случай, когда я была на аппоинтменте, и меня интервьюировали, записывали какую-то информацию обо мне, о моей семье. И я буквально по губам что-то иногда понимаю, по смыслу. И он говорит, ну я говорю, my English is very badly, там ещё что-то. Я говорю, если хотите, я вас соединю с моим мужем и уже пообщаюсь. Он говорит, у тебя отличный английский. То, что я вот по губам как-нибудь по нервальным признакам понимала, она посчитала, что всё у меня в порядке. Ну можно и так пыль в глаза, конечно, бросить, но на самом деле ты чувствуешь себя неуверенно, потому что ты думаешь, вроде бы ты на верном пути, а возможно ты что-то упустил. Да, да. Ну что, продолжим. Я готова. Готовы ли вы, наши радиослушатели? Мы ждём вас в эфире. Если есть у вас вопросы, либо вы хотите пройти тестирование, пока преподаватель английского языка, опытный преподаватель Елена у нас в студии, ловите момент, звоните, не стесняйтесь, и это совершенно бесплатно и очень эффективно для вас. Мы сейчас переходим к нашей лингвистической изюминке, или вы хотите продолжить тест? Ох, друзья, вы знаете, мне кажется, я уже похудела на килограммчик от этого стресса. За это дополнительная плата в школе. Для желающих похудеть. Потому что я действительно имею какой-то определённый стресс от этих всех разговоров, когда забываешь глагол, забываешь вспомогательный глагол, ещё и буковку «С». Да, но дело в том, что очень часто мои студенты спрашивают меня, «Лен, ну неужели меня не поймут? Скажу ли я «do you like it» или я просто скажу «you like it»?» Хотя, кстати, американцы могут сказать в простонародной, в разговорной форме, да. «You like it» и это, в принципе, приемлемо совершенно, наверное. И я говорю, да, ты можешь так говорить и такие вопросы задавать, но если ты пойдёшь, попытаешься получить хорошую работу, и тебе предстоит интервью, постарайся уже говорить правильно, потому что я даю знание правильного использования английского языка, а это уже ваше право, как вы будете его использовать. Хорошо. Что у нас на десерт, Елена? У нас на десерт, как обычно, язык. Да, наш языковой десерт. Давайте вспомним, что у нас было на десерт в двух предыдущих эфирах. Я попрошу у вас сейчас ручку. У вас есть ручка? Да, у меня есть ручка. У меня дадите. Я вас поблагодарю. Вы мне скажете, пожалуйста. Давайте попробуем. Смотрите, вариантов нет отказаться, не дать ручку. Всё уже. Олга, give me a pen, please. Here you are. Thank you. Give me your pen, please. Ответьте нам спасибо. Oh, welcome. Молодец. Молодец. А теперь попросите ручку назад. Такая невоспитанная оказалась собеседницей у вас. Елена, give me your pen, please. Here you go. Thank you so much. You're welcome. Итак, а сегодня, дорогие друзья, мы посмотрим на разницу между двумя словами «sorry» и «excuse me». Олечка, а как вы бы перевели эти слова «sorry» и «excuse me»? «Sorry» не «sorry», «excuse me» — это бывший президент Кузьма. Это была хорошая попытка. На самом деле «sorry» — это «извините». И «excuse me» тоже можно перевести как «извините». В чём же разница между этими словами? «Прошу прощения» просто «excuse me» как бы «excuse me» — два отдельных слова. Значит, «прошу прощения», а «sorry» — это «извините». Нет, на самом деле «excuse me» — это «извините меня». В любом случае слова действительно очень похожие. В принципе, они обозначают «извините меня», но вы совершенно правильно сказали фразу «прошу прощения». Так вот, какое же из этих слов больше будет переводиться и будет иметь значение, когда человек просит прощения? Итак, «sorry». Слово «sorry» используется, когда вы действительно совершили какую-то ошибку. Вам стыдно, например, вы опоздали, и вы говорите «sorry, I'm late». Или вы что-то сделали не так, и вы хотите просто сказать, что это ваша вина. Вы просите прощения за свою вину, действительно. В этом случае уместно сказать «sorry». Вторая ситуация — когда мой собеседник рассказывает мне о чём-то плохом, негативном, что произошло в его жизни. И чтобы его поддержать, я хочу сказать «мне так жаль», я могу сказать «I'm so sorry». Вот как используются слова «sorry». Насчёт «excuse me». «Excuse me» можно использовать в ситуации, когда вам нужно заговорить с каким-то человеком на улице и сказать «excuse me, please». У меня вопрос к этому человеку. «Excuse me» мы говорим, когда мы чихаем и кашляем в присутствии кого-то, или когда нам нужно пройти в толпе и кого-то подвинуть. То есть мы как бы не декларируем свою вину, а мы говорим «простите меня», «извините меня», «мне нужно что-то», какое-то действие совершить. В этом случае используется слово «excuse me». По сути, у нас «извините, простите», ты протискиваешься сквозь толпу и говоришь «простите, извините, тысяча извинений», «простите, извините», а здесь «excuse me». Да, здесь только одно слово, и, в общем-то, не нужно переживать. А «sorry» — это я чувствую вину, действительно. Да, действительно, «sorry, I'm late», или там «уронил что-то» или еще что-то, действительно, вот я там не сделала домашнего задания, «I'm sorry, I haven't done my homework». И второе значение «sorry», когда ты хочешь сказать «мне очень жаль» по поводу чего-то и высказать, допустим, свою поддержку человеку, который сейчас в трудностях и так далее. Вот в соболезнованиях в этом случае будет… Да, возможно, это соболезнование или поддержка, вот вы мне говорите о чем-то, например, вы провалили тест в колледже, я говорю «Олга, I'm so sorry for you», мне так жаль тебя, и вообще мне просто жаль, «I'm so sorry». А вот такое вот, может быть, смоделируем ситуацию, действительно, у кого-то умер близкий человек, я могу сказать «I'm so sorry». Да, 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 конечно. Это будет правильное употребление этого слова, конечно. Ни в коем случае не «excuse me». Вот так. Хорошо, да, это стоит запомнить, но вот я-то еще подумала о таком казусе. «I'm late», я опоздала, «I'm later», я письмо, можно перевести или как? Ну, во-первых, письмо — это «letter», и если бы вы хотели сказать «я есть письмо», вы бы сказали «I'm a letter», но вы никогда этого не скажете. Я бы не сказала, я бы не сказала, потому что я забыла про артикль. Поэтому говорите «I'm late», а лучше не опаздывайте. Да-да-да, это на самом деле очень важно. И я стараюсь. Еще слышала о таких казусах, о таких нюансах. Вот на уроках английского языка нам говорили о том, что в Англии, мы все-таки английский учили язык, не американский английский, в Англии, кстати, опоздание не является чем-то страшным. Там правило «хорошего то» на 15 минут — это 15 минут вежливости опоздания. Верно ли это утверждение? Вы знаете, на самом деле, зная англичан, насколько они пунктуальны люди и такие ошибки, я думаю, что, наверное, это больше присуще русскому менталитету. Да, это все-таки про нас, и потому нас так в школе учили. Я думаю, это больше про нас. Хорошо, потому что немцы говорят, что это точность у них на первом месте, это главный приоритет. А здесь, в Соединенных Штатах, вот как со встречей, это будет действительно считаться плохим тоном, если ты опоздаешь? Да, конечно, да, конечно. Поэтому человек, который опаздывает, считает своим долгом предупредить своего партнера или друга, который его ждет, либо текстовым сообщением или звонком, и сказать, извини, пожалуйста, я опаздываю на 5-10 минут, может быть, из-за пробок на дороге, может быть, еще из-за каких-то обстоятельств. Да, это уже будет хороший тон. Я вот думаю, что на самом деле это такие общемировые, общеизвестные правила хорошего тона и деловой этики, но когда я была опять-таки в Висконсине, деловая поездка была, на встречи организовывали, и я должна была после обеда, после ланча встретиться с партнерами будущими нашей компании российской, и я вижу, что мы опаздываем, и тут мне говорят, нужно еще пообедать, мы должны вас покормить, мы обязаны вас покормить. Я говорю, ну мы же опаздываем, но я знаю, что нельзя. Да, ноу-стресс, все будет хорошо. И у меня на самом деле было некомфортно, мне пришлось очень быстро покушать, чтобы просто галочку не поставили, что они меня покормили, но мы опаздывали на 15 минут. И ни одного слова, никакого косого взгляда, ничего я не услышала, не увидела. Да, это еще лишний раз говорит о их хороших манерах, и в первую очередь о их желании быть дружелюбными всегда, и во всем, и быть очень открытыми. Да, и поэтому было бы не очень, наверное, красиво, когда мы действительно, вот как я сейчас вам подавала ручку, и вы меня поблагодарили, и не сказала вам «Welcome!» «You're welcome!» Поэтому стоит учить английский язык, чтобы тем людям, которые окружают нас в этой дружелюбной стране, которые, в принципе, нас приняли с очень радушно, с распостертыми объятиями, быть вежливыми, дружелюбными, потому что это, конечно, вот такая благодарность своеобразная им за все оказанные блага. Совершенно верно. И быть такими же открытыми к общению, как и они. Вот еще, мне очень интересно, я буду вас спрашивать уже о поведении, может быть, таком, если можно, деловом общении, потому что вы много общаетесь с людьми, с американцами, с представителями других компаний, организаций, телевидения, насколько я знаю тоже. Вы когда мне пожали руку, Елена, вы сказали «вжимай ее посильнее, улыбайся». Вы мне первый раз пожали руку очень слабенько, по-женски. Ну да, есть такое. Но дело в том, что здесь вот такое рукопожатие воспринимается вне зависимости от того, кто вы, мужчина или женщина. А если вы пожимаете руку крепко, это знак того, что вы человек открытый, вы действительно пожимаете руку, вы действительно в этом рукопожатии передаете какие-то свои положительные эмоции и отношения к этому человеку. И когда вы еще и вдобавок говорите там, что «nice meeting you» или «I'm pleased to meet you», то есть рукопожатие подкрепляет значение того, что вы действительно рады знакомству с этим человеком. А еще бы обратили внимание на улыбчивость. Улыбка и, главное, глаза. Очень важно смотреть своему собеседнику в глаза. Я всегда говорю моим студентам. Очень часто люди, приехавшие из немножко других культур, например, из Молдавии или еще, из каких-то других республик часто говорят, что «вы знаете, когда мы смотрим друг другу прямо в глаза, это не считается хорошим тоном, потому что как будто бы ты вот пялишься на человека». Нет, в Америке совершенно не так. Нужно смотреть в глаза. Это лишний показатель твоей открытости, твоей искренности. Потому что когда ты не смотришь в глаза своему собеседнику, ваш собеседник, особенно если ты американец, чувствует себя дискомфортно. У него такое ощущение, что вы что-то от него таите или скрываете и так далее. Поэтому очень важно крепко пожимать руку, смотреть в глаза, при желании улыбаться. Потому что лучше видеть лицо с улыбкой, чем видеть строгое лицо. А все-таки в нашем менталитете мы как-то нещедры на улыбку, мы так скуповаты. Ну, заметьте. И даже есть достаточно много комиксов современных и, в общем-то, мультиков, фильмов, когда русские люди, они сдержанные, вот они вот такие деловые все. И улыбка — это у нас на вес золота. Если тебе улыбнулись, это просто невероятно здорово. Знаете, такой культурный шок иногда есть. Возвращаешься из страны, где все улыбается, в России. И уже на таможню ты приходишь в себя. Все, улыбку оставь в этой стране. Ты приехал домой. Хватит раздаривать. Это очень здорово. Иначе подумаешь, что you're cuckoo. Да-да-да, cuckoo. Так и есть, абсолютно точно. Я хотела еще вас расспросить о школе Daily Communications. Просто я вот сейчас анализирую нашу с вами беседу, разговоры, по сути, об артикле А, о том, что нужно окончание S прибавлять. Я об этом всем знала. Но есть языковой барьер, а еще есть наслонение материала. И вы знаете, вот эта куча материала, множество школ. То, чего тебя научили в колледже. Кто-то приехал, сразу пошел в колледж учиться, например. Я учила в школе, в университете, и провести тоже ходила на курсы. И все это разные системы обучения. Смогу ли я, придя с этим ворохом, просто с яралашем, бардаком знаний в голове к вам, сможете ли вы мне помочь и разложить все по полочкам? Да, конечно. Будет гораздо это сделать чуть труднее, чем если бы человек, который начал с нуля, как наш радиослушатель. Серьезно? Да. Помните фильм «Аватар»? Да-да. Крылатая фраза, да? Лучше вложить в пустую чашу, чем в полную чашу вкладывать какую-то информацию. Я как маркетолог обычно говорю, лучше создать стереотип легче, чем его поменять. Поменять, совершенно верно. Гораздо проще научить, чем переучивать. Но с другой стороны, те знания, о которых вы говорите, Олечка, они ведь могут быть правильными знаниями, и они у вас находятся в пассиве. И когда вы переходите и начинаете процесс обучения, мы просто эти знания переводим в актив, и вы активно их начинаете практиковать. Так что гораздо труднее переучить, если человек научился неправильному. Например, нигде не учил английский язык, в отличие от вас, а просто приехал в эту страну, сразу же стал общаться с американцами в каких-то компаниях или еще где-то, и научился неправильным фразам, каким-то неправильным употреблением английского языка. Его очень трудно переучить. В вашем случае мы говорим об академических знаниях, которые вы получили в колледже, в школе. Они у вас есть, они у вас в пассиве. Мы их просто вытащим в активы, вы будете активно использовать. Ай да, вытаскивает знания. Друзья, звоните Елене, учитесь говорить правильно, говорить вежливо. Я бы еще это подчеркнула, потому что насколько важно нам отвечать добром на добро в этой стране. Итак, Елена, повторите, пожалуйста, ваш номер телефона. С удовольствием. 503-708-58-78. Итак, если вы вдруг не успели записать номер, звоните наш студийный, либо пишите ваши текстовые сообщения. Мы обязательно вам дадим информацию, как связаться с Еленой. А также вы можете зайти на веб-сайт школы Daily Communications и получите нужную информацию там. Какой же адрес сайта? www.dailycom.esl.com D-A-L-Y-C-O-M-E-S-L dot com Друзья, если вам нужна будет ссылка на сайт, также обращайтесь к нам по номеру 971-319-1130. Мы будем прощаться с вами до следующего вторника. Пишите, звоните нам, сообщайте интересные для вас темы, а также обращайтесь к Елене, преподавателю школы английского языка Daily Communications. Вы можете пройти бесплатное тестирование, узнать свой уровень, узнать, сколько времени вам понадобится, чтобы тот или иной уровень знания английского языка достигнуть, иметь несгораемый запас слов и ориентироваться, открывать для себя новые двери, новые возможности в окружающем нас мире. Возможностей на самом деле очень много. Мы уже говорили о том, что английский нам нужен и в работе, и в учёбе, и в получении образования. Да, действительно, английский язык откроет двери всех аспектов вашей жизни в этой новой стране. И главное, подарит уверенность в себе. Да. Друзья, до новых встреч, до связи. Мы рады были слышать вас. Секундочку, у нас есть звонок. Мы, наверное, успеваем его принять. Верно. Добрый день, добрый день. Вы в прямом эфире. Алло. Вас не слышно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь. Всё хорошо, всё приятно. Вы заканчиваете уже передачу. Вопрос. Вот часто употребляется слово «гаш». Имеется в виду, вот люди говорят слово «гаш». Могли бы объяснить значение его? Какое слово повторите, пожалуйста? «Гаш». «Гаш». Ну как «гад», только есть «газ» говорит. Я не знаю, я слышала, что говорят, это обозначает чертёнок. Но это правда или нет? Слово «гаш» — это действительно сленговое выражение, которое идёт от слова «гад», «мой бог». Даже в русском языке у нас есть выражение «о боже». Да? Да. «О май гад», «о господи». «О гад», «о май гад». Так вот, сленговое выражение — это «гаш». То есть это просто сленг, по сути, значит «обоже». «О боже». Да, вот такое, да. Спасибо за вопрос. Спасибо за звоночек. Вот так вот успели всё-таки, успели задать нам вопрос. Елена, мы всё-таки… Может, продолжим, видите? Может, давайте второй ещё сейчас будем. Друзья, ну, будем иметь терпение. Давайте пригласим наших радиослушателей в следующий понедельник. Да, всё-таки дотерпим до следующего понедельника в 13.30 на волнах АЭМ 11.30. Слушайте нас, и мы будем рады делиться той информацией, которая имеется у Елены. Она очень щедро делится с нами лайфхаками, учит тому, как быть вежливым, понимать окружающих. И звоните нам, а также Елене, в языковую школу Daily Communications. Оставайтесь с нами. Спасибо.